Слава Богу! Слава, Слава! Мир вам, мир вам, мир вам, дорогие! Мир, благословение вам, радость вам, умножение благодати Божьей да будет в ваших домах, в ваших сердцах. Дорогие, как хорошо, что у нас есть это общение, и мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем наш разговор, и эта встреча пред лицом Господа в его присутствии, пусть пройдет благословенно. Я желаю вам благодати, благословения, преумножения. Итак, мы с вами говорим, вернемся к этой мысли, что мы живем с вами в 21 веке. Век, в общем-то, можно сказать, скоростей и технологий. Все куда-то бегут, несутся и хотят много-много успеть сделать. Так много сегодня выставлено требований для человека. Он должен как бы соответствовать требованиям современного времени. И само время, а сама мода, мода не просто одежды, а мода жизни, она требует от человека его полного посвящения для того, чтобы он был успешным. На человека смотрят и спрашивают его, и смотрят по нему, успешен ли он. Есть ли у него квартира, есть ли у него образование, есть ли у него транспорт свой собственный. И знаете, вот эти вот требования, они настолько сегодня изнуряют человека, жесткие, и человек хочет соответствовать этому, и он в гонке, он в погоне. 30 пунктов для того, чтобы подняться в бизнесе, 10 пунктов, чтобы стать успешным в чем-то, 25 пунктов или 78 пунктов, я один раз нашла в интернете, 78 пунктов для жены, как ей угодить мужу. Я когда стала их читать, я думаю, у меня сил не хватит закончить эти 78 пунктов. Мне Алексей распечатал, говорит, на, на, изучай. И вот жесткие требования. И хочется во всем успеть, во всем быть таким продвинутым, современным человеком. А сколько времени, энергии сегодня забирают у человека социальные сети? Я сама в социальных сетях практически не бываю. У меня есть две странички маленькие в Фейсбуке, ВКонтакте, которые я практически вообще не поддерживаю, и у меня на это времени нет. И Инстаграм, везде лайки, и каждый хвалится. Знаете, все надо это успеть, сфотографировать себя, сфотографировать свою еду, выставить это в интернет. Так много всего. И среди всего этого, этой всей суеты, что же все-таки главное? Есть же что-то главное? Полина, вот ты молодая девушка, современная, такая продвинутая, знаешь технологии, умеешь хорошо владеешь компьютером. Вот жизнь у тебя вся молодая впереди, молодая семья. Скажи, пожалуйста, вот какие откровения имеешь ты в своей жизни? Самое главное, наверное, откровение какое? Мне, правда, соцсети, все это создает столько много шума вокруг нас, информации и там, и там, и там, и смотришь, как там происходят действия, которые вообще, в принципе, можно и не знать. И все равно каждому человеку нужно за кем-то следовать, нужно за кем-то идти, на кого-то надеяться, кого-то держать за руку, потому что внутри мы как маленькие дети, да? И когда я молилась недавно, ко мне просто Дух Святой еще раз напомнил, открыл мне именно это слово, фокусируйся, фокусируйся на мне. Вот это слово само, фокус, держи фокус на мне, на Иисусе. И для меня это было как вот свежий глоток, еще раз новый толчок для моей веры, еще раз напоминание для того, чтобы среди всего-всего этого, даже когда что-то не получается, в любой ситуации фокусироваться на Боге. То есть в этом вот одном слове он выразил так многое, показал. Потрясающе, здорово. Вы знаете, дорогие друзья, вот на эту тему мы хотим сегодня с вами поговорить. На чем должен быть или на ком должен быть наш фокус? На чем мы сегодня с вами фокусируемся? Либо на вот этих внешних успешных каких-то действиях, чтобы нам достигнуть чего-то, преуспеть в этом мире? Или все-таки нам нужно сконцентрироваться на ком-то более важном? И сегодня мы хотим поговорить о Господе нашем Иисусе Христе, потому что Он является самым важным, что есть вообще во всей Вселенной. И Полина, когда поделилась этим откровением, я хочу сказать, что буквально тоже короткое время назад Дух Святой мне напомнил тот же момент, ту же истину. Фокусируйся на Иисусе. И, Полина, вот когда, как бы телезрители могут нам задать вопрос, но на ком мы еще фокусируемся? Ну, конечно, на Иисусе. Он наш Спаситель, Он наш Господь. И я размышляла над этим вопросом, потому что он мне тоже приходил в голову, когда я размышляла об этом. И я стала думать, мы много знаем об Иисусе, мы знаем все Его титулы. В начале, когда мы уверовали, мы не знали всех Его титулов, мы знали, что Иисус, Он Спаситель. Когда нас пригласили прийти к Нему, мы пришли, потому что Дух Святой прикоснулся к нам, мы пришли к Нему и узнали, что Он наш Спаситель, что Он нас спасает от ада. В первую очередь я об этом узнала. Потом я стала понимать, что Он спасает меня от грехов. И начался процесс познания. Познание Иисуса. Вот какие титулы есть у Иисуса? Ты скажи, что... Ты скажешь, мы давай сейчас об этом поговорим. Титулы Иисуса. Что я могу вспомнить? Альфа и Омега, Утренняя Звезда, Господь наш Искупитель, Спаситель, Освободитель. Это самые первые, самые огромные, которые приходят на ум. Как важно еще люди приходят к Нему как к Целителю. Как к Целителю. Целителю, Иисус-Целителю. Да, Искупителю. И вот во 2 Царств 22 главе, во 2 стихе написано, Господь твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, и от бед Ты избавил меня. Вау, какое мощное местописание. Все титулы Божьи перечислены в одном тексте, прямо много титулов. Я бы еще хотела добавить, что Он царь царей. Мы говорим, Иисус, Ты царь царей, Бог богов, Господь господствующий. Мы называем Его достоинства, Его титулы. Мы говорим, что очень часто мы слышим проповеди и размышляем о том, что Иисус сказал, я пастырь добрый, Иисус наш пастырь. И мы, когда говорим о каждом титуле, мы его рассматриваем. А, вот это, если Он пастырь, значит Он вот это, вот это делает. Если Он целитель, значит Он исцеляет. Если Он освободитель, значит Он освобождает. Искупил Он нас от проклятия, от грехов. Он победил смерть. Мы многое-многое говорим об Иисусе. Он отец. Он открыл нам отца. При всем этом Он отец. Да, и Он говорил, что я и отец одно. И для нас это, может быть, не совсем понятно, не совсем укладывается в нашем разуме, но в нашей внутренности мы это понимаем. Иногда даже трудно объяснить это словами. И мы, как бы, вот знаем о нем. И можно привести такой пример. Например, вы знаете, у вас в стране есть президент. В какой бы стране вы жили, у вас есть президент. Это самое главное лицо страны. Он обладает титулами. Он президент. В этом титуле все. Он подписывает законы, он просматривает, он вникает в жизнь страны во все сферы. Он все осматривает. И можно многое знать о президенте. Что он любит, какие у него есть качества характера, к чему он больше склонен, какой он семьянин, каким он законом придерживается. Можно знать. Но лично знать президента не все имеют такую возможность. И в нашей жизни, в нашем христианском хождении, мы можем много знать об Иисусе. Но есть ли у нас с ним личное общение? Связь. Внутренняя связь. А ведь это возможно и это доступно. И сегодня я хотела бы прочитать одно место Писания, которое нам написано в послании апостола Петра, первое послание, где апостол Павел интересные мысли, апостол Петр, извините, первое послание Петра, первая глава, с 10 стиха по 11 я хочу прочитать. Здесь речь идет о том, что, вначале я коротко скажу, апостол Петр говорит о том, что из поколения в поколение, с древних времен, пророки, помазанники Божьи, слышали, имели откровение, что придет Мессия, придет Искупитель, Освободитель. И они только, они хотели узнать об этом. Они исследовали, исследовали Писание, взывали к Богу, получали пророчества, и они хотели узнать об этой личности больше, но они не могли пережить встречу с ним. Но апостол Петр, он пережил встречу с Иисусом, он лично с ним встретился, он лично с ним ходил, и вот он делится с нами такими истинными. К этому спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. И еще два стиха мы прочитаем. Им открыто было, что не им самим, то есть пророкам древности, которые хотели узнать о спасении Иисуса, через Иисуса Христа, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы, поэтому, возлюбленные, припоясавши, чресло ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать познание Иисуса Христа. В синодальном переводе стоит слово явление Иисуса Христа, но это слово имеет значение откровение, понимание или познание Иисуса Христа. Через познание Иисуса Христа мы с вами возрастаем познание Господа. И мы с вами говорили о том, что Иисус спаситель, мы говорили о том, что его регалии. И очень много интересных моментов было в момент, когда Иисус ходил по земле. И были случаи, когда Он проявлял себя в том или ином ракурсе. И когда, например, Иисус исцелял слепого, Он говорил, «Я свет миру». Он не говорил в тот момент, «Я пастырь добрый». Он с каждую свою сторону показывал в определенной ситуации. Когда Он кормил людей, Он говорил, «Я хлеб жизни, сшедший с небес». Когда Он пришел воскрешать Лазаря, Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». И через все эти его грани и стороны мы узнали, кто такой Иисус. Он есть и свет, Он есть и хлеб, Он есть воскресение и жизнь. Источник. Он говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». И Иисус говорил об этих своих гранях. И когда мы в нашей жизни, мы точно так же сегодня можем познавать Иисуса в разных гранях нашей жизни. Он есть и свет для нас, когда мы нуждаемся во свете. Он есть наш целитель, когда мы нуждаемся в исцелении. То есть опять мы говорим о его регалиях. Я бы хотела немножечко затронуть еще личное познание Господа, но об этом чуть-чуть попозже. Вот, Полина, ты помнишь, наверное, пример, когда Иисус был приглашен в дом, Марфа пригласила его к себе в дом. Там очень интересно такое событие разворачивается. Иисус пришел в дом. Наверное, если бы мы жили в то время, нам бы очень, или в наше время, если бы пришел Иисус, мы, наверное, бы очень хотели, чтобы Он пришел к нам в дом. Хотели бы вы этого? И когда Иисус пришел в дом Марфы, она его попросила прийти. И там был брат и Лазарь, и Мария была. И вот они все окружили Иисуса. Они хотели, чтобы Иисус посетил их дом. И Марфа по традициям того времени устроила настоящий пир. Она стала бегать, суетиться. А Мария, Мария пришла и села у ног Иисуса. Она сидела у его ног. Она хотела сидеть возле него. Она хотела смотреть ему в глаза. Она поместила себя у ног Иисуса. Она же могла сесть и рядом, могла бегать, что-то делать вокруг него. Но она захотела смирить себя, посадить себя у ног Иисуса, чтобы быть рядом с Ним и смотреть в его глаза. Чтобы быть близко и ощущать его тепло, его прикосновения, его мудрость. Она хотела быть рядом с Ним. И мы знаем эту историю, которая произошла, когда Марфа обвинила и Иисуса, и Мария обвинила, что вам дела нет, я тут бегаю, я тут свечусь. Иисус сказал такие слова, что Мария избрала благую часть, и это не отнимется от нее. Я вижу в этом примере, я не хочу отвергнуть Марфу. Каждый момент жизни нам разные ситуации нужны. И быть Марфами тоже нужно. Но есть моменты жизни, это когда есть личное общение с Господом. И вот эти моменты, эта благая часть никогда от нас не отнимается. Если мы хотим быть в его присутствии, если мы хотим общаться с Ним. И как можно общаться с Господом? По-разному, совершенно по-разному. У меня сейчас интересный такой период, когда уже несколько недель подряд, я сначала даже этого не поняла сама, но когда я просыпаюсь и еще в полудреме нахожусь, то сразу «Господь, доброе утро!» и сразу укрываюсь и ложусь спать обратно. Пока еще будильник не прозвенит несколько раз. И потом до меня уже дошло, что Господь вот таким образом просто напоминает мне о себе, что Он со мной, что все в порядке, что этот день снова начнется вместе с Ним. И когда мы общаемся с Ним вживую, когда у нас действительно, я говорю Богу, у меня есть с Ним живое общение, то появляется не просто вера, а громадное упование на Него. То есть это для меня даже больше, чем просто вера. Это для меня настолько сильно. То есть я уповаю, я уповаю, Господь, на Тебя. То есть я каждую частичку своего сердца, я все отдаю Ему, все подчиняю Ему. И вот в Псалме 61, во втором стихе тоже выражено, насколько сильно уповал автор. Я точно не знаю, Давид это был или нет. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. То есть когда мы общаемся вживую с Ним, приходит непонятно откуда, непонятно как. Нам в принципе не важно знать все эти детали и все чувствовать, но внутри приходит огромная уверенность и вера, что да, Господь, Он мое упование. И мне есть на кого держать фокус. То есть сегодняшняя тема, это у нас держать фокус, что Господь это центр нашей жизни. Я думаю, в этом и проявляется, когда мы отдаем все частички нашего сердца, все проблемы, все заботы, вообще все, что есть у нас Ему. Доверяем и отдаем Ему. И, дорогие, я хочу немножечко тоже дополнить, Полиночка, спасибо тебе за такие прекрасные слова. И я хочу дополнить, дорогие, еще тем, что апостол Павел с нами в посланиях делится этой тайной. Он говорит о том, что эта тайна, которую мы читали, Петр говорит, она была спрятана от всех веков и времен, но нам она открыта Духом Цвятым. И больше того, Павел говорит в послании Колосиным, что эта тайна, тайна сия велика, и она, ее не объяснить, Христос внутри вас. Господь мечтал о том, чтобы вернуть человека в свое присутствие. Он хотел этого воссоединения. И это осуществилось. Иисус, когда ходил по земле, Он говорил такие слова, для вас лучше, чтобы я пошел, потому что я уйду, и от Духа Моего возьмется и дастся вам, и изольется Дух Святой. И через Духа Святого Иисус пришел в наше сердце, Иисус пришел в нашу жизнь. И Он не просто пришел и рассказал, кто Он такой, Он пришел и поселился в нашем сердце. Он живет внутри нас. И теперь, дорогие Полина, ну я думаю, вы это знаете, дорогие, и просто я хочу поделиться этим. Такое прекрасное переживание того, что Иисус находится внутри нас, и теперь мы можем молиться Ему не как Богу, который вовне, который сидит как бы на престоле, и Ему надо поклоняться, Его словословить, но Он живет внутри нас, и мы можем молиться Ему вовнутрь, погружаясь внутрь себя, потому что внутри нас этот источник, как это возможно, логически это не объяснить, но нашим духом мы это понимаем, и мы можем созерцать Господа внутри наших сердец. И я бы хотела, дорогие, сегодня немножечко поделиться, Полин, сказать о том, как можно созерцать Господа внутри себя, как можно молиться Ему, обращаясь вовнутрь. И есть такое понимание, которое очень практиковалось в христианстве, в средние века, в ранние периоды церкви. Это называется молитва тишины или молитва созерцательная. Это молитва, когда мы можем созерцать Господа. В принципе, Давид даже говорил об этом, что я мечтал, чтобы созерцать красоту Твою, я бы хотел пребывать всегда в Доме Твом, я бы хотел быть всегда во Святом Святых. И имея Иисуса Христа внутри себя, мы имеем это святое святых, место Его присутствия. Он внутри нас. И чтобы соприкоснуться с Ним, чтобы соединиться с Ним и познать Его своим сердцем, мы можем приходить к Нему в этой молитве. И если вы не против, я немножечко расскажу, как это делать. Конечно, Иисус говорил о тайной комнате, вы помните, Иисус говорил, когда ты хочешь помолиться в тайне, зайди в свою комнату, закрой дверь. То есть Он говорил об уединении, чтобы отключиться от внешнего шума, чтобы найти это время, найти это место. Это может быть любое место, может быть твое кресло, может быть диван, может быть кровать, когда ты проснулся утром или ложишься спать, нечем. Это может быть даже твоя туалетная комната. В разном месте Господь может, даже может быть автомобиль, когда человек один находится в этом пространстве. Но самое главное, чтобы это место было, чтобы каждый человек мог отключиться от этого внешнего шума, от этого внешнего мира. И следующий процесс, это нужно сосредоточиться на Господе. Как сосредоточиться? Конечно, легче всего сосредоточиться, закрыв глаза. Знаете, мы иногда молимся, прославляем Господа, молимся, ходим по комнате, встаем на колени, молимся, взываем к Богу, открываем ему какие-то просьбы. Но это все просьбы, поклонение, прославление. Это все хорошо, когда мы снаружи делаем. Есть внутреннее состояние, когда мы можем закрыть глаза, успокоить себя, понимая, что мы находимся уже в его присутствии, и что он внутри нас. Отключить свой разум от всех внешних шумов. Когда мы закрываем глаза и начнем сосредотачиваться, умолкнуть прежде всего перед ним, то есть закрыть свои уста, ничего не говорить, а пойти вовнутрь. И в этот момент, когда мы закрыли глаза, закрыли свои уста, сосредоточиться на нем и говорить, «Иисус, я хочу встречи с тобой внутри себя». Вы говорите это. И в это время очень важно отключить свои мысли от любого дела, которое либо предстоит сделать, либо я забыл сделать. Знаете, в этот момент целый шквал мыслей может обрушиться на нашу голову. Мы вдруг начинаем вспоминать что-то, мы вдруг можем вспомнить какого-то человека, мы можем вспомнить какую-то ситуацию, или что нам сделать, или я, может быть, забыла что-то сделать. И вообще, что я здесь делаю? Атака мыслей. Но все эти мысли нужно просто отсечь. Не вовлекаться в эти мысли, не обращать на них внимания, зная, что я иду к моему Господу. Только одна мысль, говорит, Иисус, я хочу встречи с тобой. Ты прекрасен, Иисус, я иду к тебе. И в эти мысли не вовлекаться, и они не будут пролетать мимо. Если мы научимся не вовлекаться, они будут пролетать мимо и не будут нас увлекать за собой в наших мыслях. Следующий момент, это наша душа, она тоже будет здесь на страже. Она будет посылать нам какие-то эмоции, какие-то ощущения, какие-то воспоминания. И в этот момент тоже не вовлекаться в эмоциональную часть нашей души. Не реагировать на это. Потому что общение с Богом происходит в нашем духе. Не в теле, не в мозгу, не в эмоциях, а в нашем духе. И нам нужно туда продвинуться, углубиться туда, опуститься, пойти в глубины Божьи. И в этот момент еще интересные могут быть ощущения в теле. То покалывание, то почесывание, то урчание в желудке. И мысль приходит, ой, я же хочу кушать. Во все это не вовлекаться, не реагировать. И вы увидите, как он перестанет урчать, как тело перестанет чесаться, колоться, неметь. Просто, когда вы вовлекаетесь, вы углубляетесь, идете глубже, и глубже, и глубже в общение с Господом. И тогда, когда вы научитесь идти в это святое святое, эти все моменты, они потихоньку от вас отступят, и вы начнете переживать его присутствие. Вы будете соприкасаться с ним. Состояние может быть разное. Господь по-разному ведет в этот момент. Но всегда присутствует что-то такое, какое-то теплое, то, что начинает заполнять внутри мир Божий, какая-то благодать, какая-то любовь. Вот это присутствие Божье, оно как будто заполняет внутри и начинает выливаться и наружу, на душу, и на тело. И человек испытывает блаженство, испытывает благословение. Я даже не могу это передать словами. Но если вы начнете это практиковать, это будет у вас возможность, дорогие друзья, прикасаться к самому Господу, соединяться с Ним. В Духе Писания говорит нам о том, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. И об этом говорили апостолы, об этом говорил Иисус. И когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, Иисус делился со своими учениками этими секретами. Он говорил об этом еще в своей молитве перед распятием. Очень много этому внимания уделяется именно в Евангелии от Иоанна. Иоанн любил Господа, он знал эти секреты, он переживал эту любовь, он понимал, что он любимый ученик. Почему? Потому что он любил Иисуса. И он знал, что Иисус его любит. Он имел это откровение. И вот здесь такие слова он говорит. Прибудьте, я скажу, 15 глава Евангелия от Иоанна, с 4 стиха. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, и если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне? И я в нем. Тут приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Очень часто мы эти стихи цитируем. И я хочу обратить ваше внимание, что Иисус приглашает прибыть во мне, прибыть в нем. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить? То есть в лозе течет сок, лоза дает жизнь, дает сок. Он говорит, я лоза в ветке. Прибудьте во мне. Он описывает, как мы должны войти в него. Ветка, она прирощена, она часть этой лозы, по ней течет этот сок, и поэтому нам нужно пребывать в Иисусе, погружаться в него. Он внутри нас, мы соединяемся с ним внутри, и это самое главное, поэтому, Полина, я думаю, то, что Бог тебе открывает, быть в фокус, это Иисус. Он везде, во всем, в любом нашем обстоятельстве жизненном. Я просто верю, что где бы мы ни находились, мы можем быть всегда днем. Едем ли мы в транспорте, идем ли дорогой, встречаемся ли с друзьями, мы днем. Полина, наш эфир, мне показывают время, что наш эфир подошел к концу, нам остается буквально 30-40 секунд этого эфира, и все, уже закончился? 5 минут? 4 минуты. 4 минуты. 4 минуты. 4 минуты, но еще хорошее время, еще можем успеть что-то сказать и помолиться за наших дорогих телезрителей. Вот вопрос, Иисус говорит, что я, некоторым он скажет, я не знал вас, некоторым он скажет, я не знал вас, люди пользуются, вы знаете, мы иногда пользуемся его всеми благами, всеми благословениями, и рады, что он нам их дал, и он от нас их не забирает, он говорит, да, вы будете пребывать в познании, и пусть ваш плод возрастает, все богатства, все обетования в нем, да и аминь, и мы об этом много говорим, и много слышим, но познать его лично, вот к чему он нас зовет. Вот как и раньше в храме был внешний двор, внутренний двор и святой святых, так же и мы, теперь этот храм, теперь это пространство для общения с Богом, тело, душа и дух, и так круто, сладостно вот дойти до этого финиша, до самого святого святых, поэтому Господь говорит, я вас не знал, то есть многие не доходят до святого святых, до вот этой глубины, до общения с ним, там, где темно, но он освещает своим светом все вот это пространство, самое вот внутреннее. потрясающее. Это просто великолепно, что Господь открывает для церкви в последнем времени. И это самое главное, для чего пришел Иисус, чтобы вернуть нас в общение с Ним. И, имея это общение, все наши жизненные вопросы, они будут разрешаться, они будут, Бог будет показывать, как решить ту или иную ситуацию. Я просто в этом уверена и сама много раз это испытывала. Итак, дорогие друзья, мы приглашаем вас в общение с Господом. Пребывайте с Ним, пусть это святое святых станет открытым местом для ваших встреч с Иисусом внутри ваших сердец, где вы можете Ему бесконечно поклоняться, где вы можете пребывать с Ним, и границ познания Его нет. Он безграничный. Да благословит вас Господь. И мы помолимся за вас. Полин, помолись коротко за наших телезрителей. Господь, спасибо тебе за всех телезрителей, спасибо тебе за всех, кто смотрит сейчас здесь, у кого не получилось прийти, кто забыл Господь. Благослови всех Господь, кто верит в тебя. Спасибо тебе, что ты соединяешь своих детей по всему миру. Спасибо, что ты напоминаешь нам, кто ты, что ты здесь, что ты был, есть и будешь во веки тот же самый. Великий Бог, безмерный Бог, и ты так сильно любишь нас, Господь. Прошу тебя, напомни всем остальным людям, как сильно ты их любишь, покажи им свою любовь, безмерную благодать, Господь. И пусть люди просто примут ее, благослови их, Иисус, обильно, благослови их во всех сферах жизни, Господь. Кому нужно исцеление, исцели. Кому нужны финансы, Господь, благослови. Кому нужна мудрость, Иисус, покрой их обильной мудростью и разумом, Господь. Прошу тебя, обвяжи их силой, Иисус, дай им, пожалуйста, силой. Подошел к концу, дорогие, мы прощаемся с вами. И были здесь сегодня Лариса и Полина Максимовы. Да благословит вас Господь. Всего доброго, увидимся с вами. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Максим Сиенел